Запах. Вдыхай. Так я только что дел наделал, Паш, ты жо? Тут? Ну там выходил. Да-да. Здрасте, кузница, ты здравь. Семен Семенович. Итак, в принципе, я на финишной прямой уже. Сегодня приехал забирать 21-ю Волгу 62-го года. Уже давно она здесь стоит у Павла на сервисе. И сейчас, в принципе, уже пора ее забрать. Сейчас Волгис там докручивает болты. Ну и все, машина готова. Надо теперь ее испытывать, так скажем, обкатывать. И заняться мойкой, потому что автомобиль в состоянии еще тех лет, его надо сверху отполировать, чтобы убрать вот этот вот налет. Ну, давайте сейчас посмотрим, дождемся Павла. Павел сказал, что он заняшится. В общем, ждем. Вот это Волга, которая давно уже заехала к Павлу с Волгисом сюда. Сейчас что Волгис тут доделывает. Да, Волгис? Да. И уезжаем на ней. Хорошо, что я дальше мой полировать, чистить? А? Мой полировать, чистить я дальше? Ну, конечно. Что еще с ней делать? Да-да. Она руль, я вас кузова. Скрытая съемка, скрытая съемка. Опоздал на час. Не опоздал, а задержался? Сдержался. Это же разные вещи. Покажи, подожди, сколько у них идут наклеек на клее. Другая тачка. Ага. Здравствуйте, кузница, ты здрав? Приветствую. Впервые мы пересеклись на этом участке. В этом, да. А посмотри, мне вам. Да, с Пашей хочется пообщаться. Все, мы Волгу набираем. Приятно было встретить второй раз. Вот это было первое. Да. Все, удачи. Всем зрителям привет большое. Итак, пока Паша тратит наше время. Я возьму вот это пиво и отнесу Валдису, как и обещал. В честь премии. Я показал, что мы бухаем. Я сегодня не могу. Ну, я понял, что это Валдис не пугается причина. Я понял. Все, это вот такой стрелок тебе светлый. Все, Валдис, не напухайся. Ну, когда не напухайся? Так, сейчас мы машину перегоним в определенное место и там продолжим. Да, Паш? Ты доедешь? Да, там продолжим. Постараюсь. Я очень постараюсь. Слушай, вот этот цвет как неоригинальный, да? Оригинальный. Вот это вот как серебрянка. Это не серебрянка, это покрытие такое. А что, и в тех у меня такое? А? Нет. Они бывали разные. Но это не серебрянка, это покрытие. Может его даже поцарапать. Ну, ты доедешь туда, да, Паш? Я очень постараюсь. Давай. Смотри, руль начал, кстати, крошиться. Аккуратнее он где-то вот здесь. Ну, я вижу, да. Ну, я думал, что он надеется. Все, тогда встречаемся сейчас там на красивой площадке. Аккуратнее руки. Доп. А, да. Семен, Семеныч. Блин, сейчас опять ее искать надо. А, вот она. Ты понял. Ты тоже прикрупнился. Да, да, да. Так, а ему поменял. А не, взял. Там. Там. Так. Машина на ходу. Теперь, в принципе, идем. Ваша Павел расскажет, что будет, что делали. И дальше. Так, вот сняли барабан с переднего колеса. Что мы видим. Состояние, ну, можно сказать, новой машины. То есть, колодки практически без износа. Сохранился весь цинк. Состояние вот просто отличное. Вот видно даже на рычагах, на деталях подвески еще сохранилась даже заводская краска. Вот палка еще заводской краски. То есть, в принципе, это просто протерли тряпочкой. Тормозные шланги заводские. Вот можно рассмотреть. Написано. Сейчас попробую как-то. 1962 год. На шлангах маркировка. То есть, это заводские шланги. Никаких микротрещин. Ничего на них нет. Шланги в внешнем прекрасном состоянии. Вот. Внутри они не закупорены. Тормоза работают у машины хорошо. И, наверное, даже мы подумаем над тем, чтобы их оставить, попробовать оставить родные. Если при поездке не будет эффект не растормаживания, то я думаю, что мы их оставим родные. Кстати, состояние нужных барабанов, которые без износа. Без износа. То есть, вот это вот просто грязь, которая снимается. Это чисто водоросное. Но никакой выработки нет вообще. То есть, пробег у машины очень похоже, что действительно правильный. правдивый. То есть, меньше 20 тысяч. Очень похоже на правду. Паш, это вы недавно купили? Не, давно. Давно. То сейчас такой продается, видел я. Ну, у нас такой есть вообще без пробега. Абсолютно новый там музей стоит. А это тоже с маленьким пробегом. У него пробег 231 километр. Просто он такой немного занедбанный. Можем в машину сесть. С этой машины немного отклонились от обычной программы. Ну да, мы вообще затормозили всю программу. Еще одна стоит, а как-то на ней мы зависли. Ну, у каждого... На ней зависли, да. Ну, почему? Почему мы зависли? Потому что, как оказалось, у нас... Нет, нет, нет. Пошли сядем в салон, реально. Садись за рулем, а я здесь. Потому что здесь... Ну, вот сейчас, да, расскажешь по резинке. Ну, конечно, я привезу все. Оставлю в этой, то есть... Вот, здесь будет более уютно. Немножко жарко, немножко грязно. Потому что ее еще не мыли, не чистили, ничего. Я думаю, так нормально будет. Если же вот так вот поддержать. Ты оператор, тебе виднее. Ну, да, так я еще новичок в этом мире. Вы офисиональный гугер. Я не говорю, что я профи. Я не говорю, что подписывайтесь на мой канал, помнишь? Да, это я помню. Ну, говори, что. С чего начали? По подвеске давай? С чего начали? Как обычно. Ну, начали с тормозов. Начали с тормозов, тормоза, сцепление. Ну, все как обычно, обычная программа. Шланги сохранить не получилось, потому что не оказались закупорены. То есть поменяли, в принципе, все. Ну, все резино-технические изделия. Новая тормозуха, все новое. Все работает, в принципе, неплохо. Электрика вся работает, тоже все проверили. Подвес каких-то глубоких вмешательств не потребовал. Работы у себя охраничились только прокачкой. Всем. Поменяли пластик, поменяли сферу. Руль ты решил сэкономить, но не поменяли. Еще было бы хорошо, конечно, козырьки. Но это уже по желанию. Да. Кстати, в моей Волге вчера я садился, заводил и первый раз запустил, кстати. Рискнул. Нормально все. Единственное, там козырьки у меня как новое. Вот вообще без единого дефекта. Странно. Вот, потом что еще? Почистили радиатор. Он потребовал небольшой пайки. Паяли. Ну, в принципе, как бы все. Ну, по крайней мере, сейчас машина ездит нормально. Все тихонько, мягко. Не знаю, ты пробовал на нее ездить? Нет. У меня не было. Ну, попробую. Сравнишь, кстати, с той. Она же каждая ездит немножко по-разному. Ну, в целом, как бы сейчас по ней технических проблем нет. Значит, ну, естественно, как и любая машина, которая после очень долгого, простоя. Выезжает на дороге, но требует повышенного внимания. Первое время, чтобы все прикаталось, обкаталось. Если какие-то скрытые дефекты есть, которые мы же не можем тут, катаясь по территории, все будет. Поедешь, попробуешь, но я думаю, что проблем быть не должно. Гитола не проверял? Работаешь, нет? Ну, включим, включай. Сейчас, сейчас, сейчас. А, она, по-моему, тогда не включалась, насколько я помню. Когда мы вот ее первый раз стартовали, она не включалась. Ну, и не включается. Ну, хорошо. Будет желание необходимо, все можно сделать. Можно... Ну, я особо, как бы, не любитель этого, наверное. Но, в принципе, сейчас люди с прямыми руками туда и подшивают. У нас в этом нету необходимости, понял. Смотря у кого какие цели проследуются. Еще дернешь капот, там посмотрим. Я не смотрел еще, на самом деле. Валдис там что-то... А, Валдис тут по тормозам что-то мудрил. По тормозам он тебе жабку поменял, потому что жабка тормозов, грубо говоря, ее замкнуло и стопы горели постоянно. Но в отдельные жабки... Как это сейчас у меня на синий? На синий сейчас постоянно горят. Ну, значит, жабку тоже надо менять. Ну, смотри, с жабками, на самом деле, большая проблема существует. Почему? Потому что сейчас продаются новые жабки, но их покупать просто нельзя. Система одноконтурная. И с новодельными жабками происходит следующее. Как только ты нажимаешь на педаль тормоза, в самый непредсказуемый момент, крышка с контактами улетает. Тормозуха вся выливается у тебя под капот, тормозов у тебя нет. И вот, поэтому жабки, к большому сожалению, новые покупать нельзя. Я не рекомендую. Потому мы выбираем из старых запасов, снимаем с каких-то машин или из старых запасов, ставим жабки. Вот одну у тебя чудо на одном доноре нашел, потому что сейчас это востребованная эта штука. Ну, вот нашли, поставили. Если у тебя на той машине они загорелись постоянно, можно попробовать ее промыть. Может быть, ее отпустят, она заработает. Но если нет, тогда опять же искать. Но только советскую. К сожалению, тут вариантов нет. Что ты вообще по этой машине скажешь? Вот реально. Ну, как тебе сказать? Синяя лучше? Да я не могу сказать, что она лучше. Она другая. Другая вообще. Она другая совсем. То есть, вообще, общее восприятие. Ее надо помыть, ее надо почистить, отполировать. Да, тут, конечно, и по синей, да. Не скажешь, когда она была грязная там. Ну, конечно, да. Слои ла, что только не было. То есть, цвет у нее, в принципе, тоже приятный такой. Ну, вот. В общем, моем, полируем. И там уже будем видеть. Да. Потому что сейчас вообще... Машина перспективная, машина хорошая. С крепким кузовом. То есть, ну, тогда видно было на видео. Кузов у нее крепкий, хороший. Это самое главное. Потому что, ну, самое дорогое в машине есть кузов. В ходу она тоже приятная. Мягко все работает. Ну, я не знаю, какая у нее дальнейшая, конечно, судьба. Может быть, ее отполировать, где надо локально покрасить, подкрасить и оставить такую. Может, если ее распределишь среди друзей. Может, кто-то хочет ее перекрасить. Ну, тут возможны уже варианты. Даже если я среди своих, то я же буду подсказки делать, чтобы не красить. В принципе, шанс сохранить ее некрашеной есть. Ну, полностью некрашеной. С локальной подкраски она требует, но это не секрет. Ну, да. Ну, и возраст все-таки. Почти как тебе. А? Почти как тебе. Да. Динозавра помнит. Ладно. Идем по капотам. Сейчас посмотрим под капотом. Соснов. Вдыхай. Так я только шутил наделал. Паш, ты жжон. Тут? Ну, там выходил. По двигателю всплыло. Да. Как тебе не хотелось это говорить, да? Ну, в принципе, в этом трагедии нет, как бы. Ну, понятно. Что у нас было? Сейчас мы расскажем, да, что было. Что у нас было? Значит, после того, как машину завели, она сделала первый выезд. Значит, ну, как бы мы списывали, что может там свечи, провода или там карбюратор как-то некорректно работал. В общем, компрессии в четвертом цилиндре было ноль. Да. Ты не хотел в это верить. Мы использовали доскоп, так, чтобы не разбирать машину. Посмотрели, через него увидели, что куска клапана у нас нет. Вот, значит, сняли головку, значит, что мы там увидели. В принципе, мы поменяли два выпускных клапана на четвертом цилиндре. Новые, советские. Да. И, по-моему, то ли на втором, то ли на третьем, но тот еще не отгорел, но у него была уже трещина. Значит, на всех выпускных клапанах, значит, на заслонке, которая в выпускном коллекторе, был толстый белый налет. Нагарка. Вот, значит, машина, то есть, это произошло не за пять минут, она долгое время работала, ну, скорее, либо бедная смесь, либо, скорее всего, по уменению неправильного, плохого бензина. Она работала на нем долго. Ну, в общем, еще... Да, ничто не вечно. Третий вариант. Ну, мы сейчас будем разбираться, мог Валдис уехать вечером к девушке своей и все-таки испортить этот двигатель. Ага, за Урал куда-нибудь и вернуться, да? Не, серьезно. Так что давайте это будем, так сказать, в обсуждениях, кто как... Аккуратней, Паша, ты сейчас голову себе разобьешь, блин. Вот уже что-то, уже тут что-то не так. В общем, покажу, что произошло у нас. Это заняло тоже... Ну, сделали все очень быстро в течение одного дня, поменяли. Сняли, поменяли, все, как положено, ну, правильно. Вот, и сейчас все стоит на месте. Единственное, прокладку поставили... Пробковую, как и была. Пробковую поставили. Была коричневая. А сейчас я даже не смотрел. Прокладки бывают двух видов. Но это дорогой специалист по 21-м Волгам. Это не Орегей. Либо резиновая, которая вылазит даже вот сюда, либо пробковая. У тебя сейчас что стоит? Пробковая такая, как и стояла. Понял. Хорошо, дорогой специалист. Да, договорились. Все, в общем, здесь все нормально. Теперь нам надо делать химчистку и в багажник. Пошли посмотрим, что там валяется старое, что новое. Чтоб я понимал уже, и что мне выбросить, а что оставить просто. Потому что тут такой чуть-чуть бардючок. Ну, это все старое в коробке. Кстати, эти шланги, которые мы показывали на видео, да? Да. Где написано 62-й год, правильно? Да, 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 да. Вот 62-й год. Они, блядь, какие? Ну, они закупоренные просто. Они закупоренные. Мы их думали не менять, но... Так, к сожалению. Ну, поменяли подушки двигателя, да, вот тоже, опять же, с той машиной мы этого не делали. Тут подушки двигателя просто расклеились, вон они лежат, мы их поменяли. И тек сальник хвостовика заднего моста, а мы его тоже поменяли. Понял. То есть, в той машине этого не было, ну, каждая же по-своему запортится. И все, в этой части, но они остались. Да, тут все остались. Вот твоя старая прокладка головки. Шланги на радиатор пришлось заменить, потому что эти уже, ну, там, видишь, какие листа, видишь, внутри с трещиной. Значит, ну, вот такие вот. Все? В бой, да, теперь что? Тебе что-то надо оставлять или... Ну, сейчас мы разберемся с этим уже. Ну, если мы будем делать следующую, то нужно. Те же самые резинки, которые... Ну, следующая, ну, там уже просто лялька, блин. Там вообще плохо. Ты помнишь, там ни тормозов, ни сцепления нет? Не, ну, это мелочи. Вот, ну, мне, по крайней мере, больше всего, честно, ну, нравится та. Ну, та... Ну, естественно, коричневая, лучшая в мире. Да, ну, та просто чистенькая, аккуратная такая. Да, та настолько вот человек реально брежно относился. Там реально ее пробег, там, миллиард процентов тут уже. Здесь у меня у самого было масса сомнений. Ну, масса. Даже я тебе говорил, что, ну, не тот пробег. Кстати, кстати, слушай, а ну, иди сюда. Я говорил ему, ну, я не верю, что маленький на самом деле пробег. Хотя, когда мы залезли снизу, сомнений меньше стало, да, у тебя и у меня в том числе. Меньше стало, потому что чистая. Чистая и, ну, не гнилая, не ржавая. Это есть в видео. Да. Опять же, ну, а провернут, какой здесь пробег? Ну, Паша одно говорит, я второе. Я это даже на камеру говорить не буду, ему не нравится. А вот это, блядь, я вырежу. Он даже не будет говорить. Ладно, в общем. У меня по состоянию я одно говорю. Паша второе, ну, мне интересно, как бы, если знатоки смотрят, вот, как вы думаете, какой здесь на самом деле может быть, ну, приблизительный пробег, правильно? Интересно вот узнать. Потому что снизу, сверху она мне не зашла. Ну, по итогу всей работы с машиной, да, вот, я думаю, что просто у нее была... Во-первых, машина жила в Киеве, видимо, за Киев особо не ездила. Зимой она явно не эксплуатировалась. В дождь, ну, скорее всего, наверное, тоже нет. Потому она снизу такая чистая, аккуратная и красивая. Да, под чехлами там просто новая практически. Ты же сам это прекрасно видел и мне показывал. Если даже снять чехол, ну, вот, вот, вот как новая. И, блин, ну, был бы большой вопрос по пробегу. Ну, знатоки, опять же, смотрят, я думаю, интересно будет, да, интересно будет, потому что здесь диванчик, ну, классный. Видно все родное, везде обшивочка, шумоизоляция, пакеты на задних. Потолок мне не понравился, но он грязноватый, но это время. Окна были открыты там, понимаешь. Потолок скорее время, опять же, сиденья тоже не потресканные. Ну, машина, видимо, не стояла на солнце. Она все время простояла в гараже. Она не стояла на солнце, да. Я встречался же там с соседями кооператива. Потом, что еще мне зашло? Ну, так, клейка под капотом мне понравилась. Но не понравилось вот это, я тебе вот сейчас тоже скажу. Ну, крыло мы видели с внутренней части, оно подмятое просто, снутри оно хорошее. Ну, крыло с другой стороны мог бы элементарно зацепить об створку гаража. Да, и это может и при пробеге 5000 произойти. Опять же, она матовая, она не полированная. Она будет совсем другой, это абсолютно. Если ее натереть, она поменяется, конечно. Ну, очень, как синяя. Синяя тоже стояла сколько там, 50 лет, блин, извините, под слоем там, от крыши падало все. Вот это мне не понравилось. Вот. Ну, да. Вот что это? Жамчина. А каким она? Вот как-то, ну, через краску пробивается. Вот это мне не понравилось. Жамчина пробивается через краску. Потом, что еще не понравилось? Ну, мелочевка всякая, бог с ней. Тут-то, то оно все изменивает. Знаешь, она на самом деле даже не мы-то толком. Не, понятно. Ее надо хорошо отмыть, но аккуратно отмыть. Я понимаю, чтоб не залить. Не так, как неправильно, а надо так, как правильно. Ее надо натереть. Ну, тогда мы будем снимать полную картину, конечно. Потому что тут... Ну, в целом машина хорошая. Нет, это понятно. Машина классная, крепкая. У нас сомнения было в пробеге, но машина классная. Снизу, самое, опять же, что здесь ценно, это оригинальный салон, это идеальный кузов, правильно, да. А снизу он реально просто... Я в сомнении в пробеге. Под капотом все классно, снизу идеально. По кузову такое. Ну, самое основное, кузов, салон. Все остальное, это мелочевка. Пробеги там, что с двигателем, это все делается на раз-два. Ну, а кузов уже, извините меня, гнилых много, а хорошую найти хер там. Согласен. Ну, в принципе, так. Вот тут еще, видишь, вот на этих дверях, тут вот повылазило сверху. Ну, посмотрим, наполируем, посмотрим. В принципе, наверное, на этом мы закончим. Да, следующее видео будет связано с мойкой автомобиля. А вам большое спасибо, что помогаете мне это делать. Хотелось бы бесплатно, но вот я покажу, сколько я бабла отвалил за эти работы. Паша принял его, расписался причем, да. Но без этого не будет существовать вообще ретро-культура. Не отвалишь денег, все загнется. Правильно? Так что отвалите мне тоже за что-нибудь хотя бы, я уже все банкрот. Пока. Итак, вот я сел. Сел уже, все, завел машину. Паш, пожалуйста, ну запечатли лично ты меня, хорошо? Валгет уже пошел пить, а я вот как бы мне надо зарубить. Он уже пошел праздновать. Я вот включаю непонятное время. До свидания. До свидания. До свидания. Опыт обычно с этих машин выходишь грязный весь какой-то, вонючий. Да? Нет. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok